Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об одном из уникальных продуктов, которые сейчас выводятся на рынок группой компании Анатолия Эдуардовича Юницкого. Проект UTERRA, который набирает обороты и в скором времени, я так думаю, продукт, который появится на полках во многих странах. Сам продукт является таким решением проблем истощения земли, увеличением урожайности и вот связан с тем, чтобы создать органическое земледелие. Меня зовут Багиров Руслан. Я вот сегодня с вами буду говорить именно об этом проекте. И давайте расскажу, с чем работает продукт UTERRA, да, как он работает, из чего он состоит, ну и его такие преимущества. Вообще, вот если говорить про рынок удобрений, он растет с каждым годом и вот по статистике на 21 год его мировой спрос, естественно, один из самых густонаселенных регионов это Азия, да, там 55 процентов удобрений уходит туда. Но и Южная и Северная Америка тоже большие сельскохозяйственные регионы, регионы, которые потребляют очень большое количество удобрений. И сейчас вот Персидский залив, он тоже начинает увеличивать свои обороты по потреблению вот удобрений. Хоть и Персидский залив является, ну, таким не совсем сельскохозяйственным регионом, я бы сказал, совсем не сельскохозяйственный регион, пески, пустыня, что-то может расти, казалось бы, да. Но вот сама вот эта продуктовая безопасность толкает эти страны на то, чтобы увеличивать и сельскохозяйственные угодья максимально на этом сосредотачивать свое внимание, так как это все-таки безопасность, да. И вот сам рынок удобрений, он тоже ведь делится на некоторые аспекты. И вот аспект органического земледелия, мы как раз таки о нем сегодня и будем разговаривать. Это то, что не вредит, это полезно, это вкусно. То есть вообще органика подразумевает под собой именно такое безопасное земледелие без пестицидов и прочих таких, ну вот, давайте так вот скажем, там, калийные удобрения, да, вот то, что сейчас используется в широкой массе, да, это не более такая, ну, более, ну, как ее, органика, и можно назвать, да, по сути это дело, да, то есть это то, что полезно, это то, что в целом можно назвать вот органическим земледелием наши грядки с вами, да, то есть в саду, в деревне, то есть это как раз таки есть вот органика, то, что природоподобное. И сам биогумус ютера, это природная органическая добавка для почвы, она получена путем переработки специальными видами дождевых червей, отобранных органических отходов, да, то есть им тоже покажу, сегодня покажу на слайдах, из чего делается эта подкормка, как вообще в целом производится биогумус. И за счет вот этой органической части земля насыщается витаминами, ферментами, макро- и микроэлементами, да, и все это дело необходимо для роста и развития растения, причем здорового роста, да, и развития. Биогумус ютера, он в целом, можно сказать, да, гарантирует чистый урожай, он стимулирует деятельность микроорганизмов и ферментов, что укрепляет иммунитет растения, восстанавливает плодородие даже деградированных земель. То есть вот с учетом того, что мы добавляем биогумус и поливаем его концентратом нашим, да, эликсиром ютерой, на даже деградированных землях, в таких как песок, может расти урожай. И это все доказано испытаниями, то есть вот сейчас биогумус испытан, засертифицирован, и это действительно такая работающая тема на участках сельскохозяйственных угодий. И вот попрошу тоже скинуть в соцсети ютеры, там как раз-таки очень много вот этих вот испытаний, и показаны, какие урожаи собираются на комплексах, да, где используется ютера. Сам эликсир выглядит вот следующим образом. То есть это такой флагманский продукт компании, это концентрат, который используется для поливки растений, для подкормки его. Он содержит в себе все соли гуминовых кислот, фульфокислоты, в том числе гумин, а также вот весь спектр агрономически ценных микроорганизмов, причем с очень высокой концентрацией, что позволяет делать этот товар, так сказать, очень эффективным и экономически выгодным. Вообще, если говорить, как создается, да, вот эликсир ютера, и почему вот эти вот свойства приобретает данный продукт, все дело в том, что он делается из бурого угля, меласы, меда, биогумуса и дополнительных органических элементов, и вот каждый из этих компонентов, он тщательно подобран. Что такое бурый уголь? Это ведь, по сути, такая реликтовая земля, да, то есть это дерево, которое впитало в себя все микро-макроэлементы той реликтовой почвы и сохранило в себе богатство вот этой почвы, в том числе те элементы, минералы, которые содержались в той земле, да, они в буром угле несут в себе, ну, вот эти вот, вот эту вот таблицу Менделеева, так сказать, и как раз-таки биореактор на основе червей расконсервирует вот этот вот состав, да, вот этот состав реликтовой почвы, богатый минеральным комплексом, содержащий в себе там это все в достаточно большом количестве. И вот за счет вот этой формулы компостирования, да, добавления меда, меласы и органических элементов научили вот этот биореактор перерабатывать бурый уголь. Биореактор в виде червятника, то есть это специальный вид земных червей, который вот это все перерабатывает и производит у нас биогумус и эликсир юнтера. Из вот этапов получения, да, то есть тут поставка угля, торфа, экстракция гуминовых кислот, оптимизация состава, то есть все это корректируется, вводятся различные бактерии, и вот после переработки мы получаем с вами вот такой вот эликсир, который дает, ну, действительно, очень урожай, очень, ну, такой качественный, вкусный урожай, да, в чем вообще еще и преимущество эликсира. Он помимо того, что повышает урожайность, он еще и повышает качество, да, сельскохозяйственной продукции в виде его вкусовых, в том числе, свойств, а также ускоряет рост и развитие растений, восстанавливает, поддерживает почвенное плодородие, что очень важно, и защищает растения от болезней и вредителей. Также было замечено, что после вот введения эликсира растения лучше зимуют. Ну, тоже очень такие моменты, которые важны. Сама продукция – это использование качественного сырья, только натуральные компоненты. Это дает возможность делать, ну, действительно, качественный продукт, экологичный. Те гуминовые кислоты, они имеют вот полный спектр органически ценных микроорганизмов, которыми питаются растения за счет этого, и получается достаточно такая вкусная продукция, да. И вот аналогов такому удобрению в целом нет, потому что это уникальная разработка, потому что это выведенные под отдельный вид уже дождевые черви. То есть вот за счет того, что они научились, их, вернее, научили, да, вот питаться бурым углем, обычные дождевые черви этого не делают, да, то есть им вообще в целом не заставишь есть в чистом виде бурый уголь, но за счет вот компонентов и, ну, такой тренировки, да, то есть потому что этот процесс, он постепенно делался, в целом был выведен даже под отдельный вид этот дождевой червь, его тоже сейчас будут документально оформлять как отдельный вид. И разработана авторская формула питания, это вот как раз-таки вот тот компостный продукт, который позволяет делать вот этот вот эликсир действительно уникальным в наших производствах, да. Собран банк почв из плодородной, нетронутой человеком земли, доставленной в Белоруссии из 105 экологически чистых регионов и 5 континентов планеты. В Найкофесте в 2019 году ребята, которые вот привозили почвы, в том числе и вот тоже своей группой из Уральского региона, да, тоже привозили наши реликтовые земли, специально ездили в лес и, ну, брали вот такую вот пробу, да, такую, и в целом вот 105 стран сейчас, это такой банк почв, где собраны, ну, вот действительно реликтовые почвы, и оттуда были взяты микроорганизмы и тоже использованы для этого продукта. Сертификация пройдена, то есть сейчас это продукт, который в целом уже продается в интернет-магазине, можно зайти на Валберис, ну, вот, ребят, можете тоже скинуть ссылочку в чат и купить себе эликсир, использовать его в домашних, для полива домашних цветов, в том числе у меня дома тоже жена использует именно пока для домашних растений, ну, в целом вот будет сезон, будем огурчики поливать. И получены заключения о качестве, то есть в целом продукт готов для того, чтобы масштабироваться. То есть, во-первых, он продается в магазинах, во-вторых, пройдены все сертификации, естественно, и сейчас дальше ведутся как и испытания, так и уже пользования вот нашего эликсира в сельскохозяйственных нуждах. В целом это от цветоводства до хозяйства и выращивания как и в частном фермерстве, так и в уже производстве фруктов, ягод на широкий спрос. Вообще, если говорить про сам бренд Ютера, то есть он даже звучит как Ютера, то есть твоя земля, и отсюда вот этот концепт, любовь к своей земле, экологичности и при этом получение натурального урожая с безопасными вкусными продуктами. И вообще вот сам акцент бренда Ютера, он еще и делается на доступной ценовой политике. То есть вот сейчас это не больше 400 рублей стоит эта бутылка, ее на самом деле хватает очень надолго. и это возможность дать большому кругу, большому количеству людей вот эту продукцию, действительно эффективную, с гарантией качества, с уникальным составом. И понимаете, самое интересное, что он действительно работает. То есть это вот, ну, не просто так, то есть вы не просто так поливаете с учетом того, что вот, ну, испробовать этот продукт, а с учетом того, что он действительно даст вам результат. То есть, ну, если на комнатных растениях, то вот у меня жена заметила, что она теперь может, ну, сформировать даже, да, то есть вот сформировать растение. Настолько большое, ну, вот биомасса, да, вот этого цветочка, что можно даже вот что-то там из него сделать, допустим, там какой-то округ вот сформировать. Ребята, кто пробовал, вот у меня партнеры, кто пробовал на огороде, говорят, ну, действительно вкусные клубники и таком вот быстром урожае, да, то есть быстрее поспеваемость происходит и совсем другой вкус у продуктов. То есть это, ну, действительно такая работающая тема. И самое, что интересное, еще раз повторюсь, что вы можете уже сейчас начать пользоваться этим продуктом, то есть его не нужно ждать, это не история с вот какой-то долгой разработкой, а это уже сейчас продается в интернет-магазине в том же Валдерресе. Вот, и применение вот Ютеры, это уже, уже несколько лет, да, это применяется на территории акварели, это Марина Горка, наш, вблизи нашего экотехнопарка в фермерском хозяйстве Анатолия Эдуардовича и получают достойный урожай. Сейчас проект готов к масштабированию на международные рынки и сформирован предложение, инвестиционное предложение об участии в строительстве биосферного тепличного комплекса на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас тоже покажу, как называется эта экономическая зона. Вот на фотографии Анатолия Эдуардовича во главе этой инициативы, да, давайте так скажем. Евгений Кудряшов справа и слева, Олег Зарецкий и Евгений Бугаев, руководитель проекта Ютела Мидл Агроиндустри. И вот само производство и земля выделена в Рассельхайме, это свободная экономическая зона Рокес, где сейчас более 770 ведущих производственных компаний, сосредоточенные из более чем 100 стран, и более чем 50 отраслей представлено вот в этой экономической свободной зоне, которая действительно имеет комфортное налогообложение, близость к крупным логистическим узлам. И было принято решение именно там реализовать этот проект. Сам проект строительства разделен на три этапа. На первом этапе будут и уже сейчас проводятся подготовительные работы, установка ограждений, строительство вспомогательных зданий и лабораторий. На втором этапе организация подъездных путей, строительство общежития для сотрудников, проектирование и возведение основного здания производства. И на третьем этапе проектирование и возведение крытой оранжереи, выделение участка под открытым небом для демонстрации эффективности продукции. Ну и еще дополнительно, это тоже один из частей бизнеса, по сути дела, выращивания продукции и продажи ее в дальнейшем. Вот таким образом выглядит план, да, освоение этого участка. Есть вот часть, где будут выращиваться сельскохозяйственные продукции, есть часть оранжереи. И за ней сразу же как раз таки производство. С червятниками, с разливной линией, да, то есть вот это вот все. И по правую сторону, вот здесь здание, общежитие и хозблок, так сказать, да. Вот. Если говорить об самом строительстве, да, то есть даже, вернее, даже не строительстве, о самом проекте, это принципы, где используются натуральные ингредиенты, экологически чистые продукты питания, то есть в основе производства этого комплекса лежат натуральные экологически чистые продукты, да. Причем безотходное использование всех видов сырья и компонентов, то есть вот даже взять, допустим, производство, почему сейчас помимо демонстрации, ютеры, вот участок с зелеными насаждениями, да, с деревьями и производством натуральных продуктов, почему именно тоже сделано, потому что в состав для корма, биореактора необходим органические элементы, ну, то есть ботва то же самое, да, растения нужны. И вот этот вот комплекс, он позволяет в себе вот сосредотачивать вот этот вот круговорот, так сказать, что и за счет зелени, которая необходима для компостирования, и в том числе вот эта же зелень, да, используется для того, чтобы выпустить продукцию. Так, из цифр этого проекта вообще в целом требуется 20 миллионов долларов, то есть это стоимость средства, вернее, стоимость этого проекта, окончание строительства в 2025 году. Вообще все это дело разделено на три раунда, то есть мы сейчас находимся на втором раунде финансирования, и вот по срокам окупаемости данного проекта, это 3-5 лет, в зависимости от инвестиции, зависит вот и срок окупаемости, потому что потенциальная прибыль, она от 17,5 до 46 процентов. Эти проценты, они зависят еще и от количества инвестиций, сделанных инвестором. Так, ну вот, сейчас уберу немножко. Смотрите, вот таблица, где показаны как раз-таки варианты инвестирования. Сейчас мы находимся на втором раунде, и у нас есть возможность инвестирования от 500 долларов и до 100 тысяч долларов, и в зависимости от суммы инвестиций меняется и доходность, ожидаемая доходность. Я в конце вебинара еще тоже покажу калькулятор, который вы можете найти у себя в личных кабинетах, и тоже продемонстрирую, вот как работает, как можно просчитать свою доходность по инвестициям в U-Term. Но суть следующая. Есть возможность инвестировать в рассрочку на 10 месяцев. Если это 1000 долларов, то это по 100 долларов, если это 500 долларов, то это по 50 долларов и так далее. То есть в зависимости от инвестиций можно это делать в рассрочку. И в зависимости от этого еще и меняется процент. Но это все в личных кабинетах, но есть эта информация. И смотрите, то есть в зависимости от сделанной инвестиции мы получаем, если мы инвестируем 100 тысяч долларов, 55% годовых от прибыли компании с учетом вложенных средств. То есть это вот как ваша доля вложенных средств 100 тысяч долларов. И соответственно на эту долю вы получаете 55% прибыли от компании. Ну, через калькулятор, который есть в личных кабинетах, там можно в принципе поиграться этими цифрами. Пойдем дальше. Если по условиям инвестирования, то инвестиция предоставляется на 5 лет по договору займа, единовременным платежом, либо же в рассрочку. Причем есть даже фиксированная ставка 0,1% годовых за пользование денежными средствами. И вот по истечению 5 лет инвестор может выйти из проекта и забрать свои инвестиции и проценты за пользование средствами. Но инвестор имеет также и пожизненное право на выплату прибыли, а также процентов за пользование вложенной суммы, если он не выходит из договора. То есть оставляет эти условия у себя. То есть не расторгает с компанией договор. Инвестор получает прибыль согласно выбранному тарифу пропорционально сумме внесенных инвестиций. И до тех пор, пока инвестор не вышел из проекта и не забрал свои инвестиции, все его права переходят к наследникам. И мало того, сейчас еще и вариант такой готовится, что можно этот договор переуступать третьим лицам, то есть продавать. Это тоже интересная такая возможность, которая когда сделается, но об этом уже анонсируем. С каждым инвестором заключается договор с подробными условиями инвестирования. Кстати, договорчик тоже попрошу скинуть вот в чат, чтобы у нас у ребят после вебинара остались вот те документы, над которыми вы сможете посмотреть, подумать, поизучать их. Инвестиции можно осуществлять удобным способом, но это уже пополнение банковских, через банковские переводы, а также пополнение использования через платежных систем своего личного кабинета SkyWorld Community. То есть вся инвестиция, она фиксируется именно в личных кабинетах SkyWorld Community. То есть там все это проводится, эта сделка. Сейчас, если сравнивать вот вообще данную возможность, что вообще предлагает рынок, да, это банковский депозит от 8 до 9 годовых процентов. Если мы в валюте инвестируем, то это даже 1 процента нету. Ну, вот в России, российские банки. Ну, опять же, вот недвижимость, она дает такую уже интересную доходность, 15-20 годовых, но там и суммы совсем другие, нежели чем мы сейчас с вами обсуждаем. Акции, да, тоже интересно, имеют под собой, естественно, и рисковые моменты. Золото, это сейчас, ну, действительно такая. Золото, серебро, это сейчас интересный актив, куда стоит тоже присмотреться. Ну, субаренда, как пример, взять квартиру на месяц, издавать ее посуточно, да, ну, это тоже такой бизнес-модель такая. Ну, тоже почему бы нет, да. Облигации в виде каких-то долговых бумаг, которые дают 6-8 процентов. И вот краудлендинг, да, ну, такая вот разновидность краудфайдинга, то, что сейчас предлагается инвестировать в производство, в том числе вот в Ютеру мы об этом говорим, тоже дает 15-20 годовых. Ютера предлагает от 17 до 46,8 процентов годовых. То есть то, что, ну, действительно интересно. Причем выходим с производством, с конкурентоспособным, качественным продуктом, и рынок сбыта уже в целом понятен. И потенциал долгосрочного масштабирования здесь есть. То есть прибыль в процентах, она фиксируется, не снижается. То есть вот ваш процент от чистой прибыли Ютера Middle East Agro Industries, он фиксируется в договоре, остается неизменным и не снижается в течение всего срока получения. А срок получения, он зависит от того, как долго будет вообще существовать это производство. Ну, в целом, еще увеличить прибыль можно сокращая расходы. То есть в дальнейшем будут оптимизироваться вот эти вот процессы производства. Опять же, будет приносить все больше и больше сам даже агропроект, да, вот там, где будет использован Ютера, эликсир Ютера и гумус Ютера на собственных, так сказать, площадях посева, да. Вот, то есть, ну, деревья там, вот манго, допустим, они должны будут вырасти, подрасти и тоже давать больше урожай. Помимо этого, еще и оптимизация расходов с точки зрения автоматизации производства. Ну, и самое тоже важное в увеличении прибыли самого производства – это удорожание Ютера. Ну, понятное дело, и инфляция есть, и в целом увеличение вот вообще ценовой категории и потребности от спроса, ведь тоже будет зависеть цена. Вот, то есть, все это может привести к увеличению прибыли самого этого проекта. Ну, и по поводу вот долгосрочности, да, сколько вообще может существовать там само производство, тут он не имеет ограничения по сроку службы, потому что, в первых, на заводе предусмотрено обновление оборудования, если даже тот же там червятник испортится, линия розлива там испортится, ну, его просто заменят, там, отремонтируют и прочее. Вот, а земля, она арендована на 50 лет с возможностью продления договора. Ну, то есть, тут тоже достаточно долгосрочная такая перспектива. Сейчас есть возможность участия в новогодних бонусных таких активностях по Ютере, которые позволяют помимо вот просто инвестирования с выгодой, получить еще и ряд таких возможностей в виде кэшбэка и в виде дисконта 1 к 100 для инвестирования в струны транспорта Юницкого. То есть, вот все те, кто инвестирует в период, в новогодний период в Ютеру, от 1000 долларов получают дисконт 1 к 100 для инвестирования в Юскай. И от 2000 долларов получают еще и кэшбэк, который можно использовать точно так же в инвестирование как в биогумус, так и в струны транспорта Юницкого. 1 к 100 – это, ну, действительно такой прям хороший дисконт, который можно использовать для инвестирования в технологию ЮСТ. И кэшбэк – это возможность иметь, ну, некого рода такое плечо в инвестировании, да. И от 60 долларов и до 5000 долларов в зависимости от вашей инвестиции в Ютеру вы можете получить вот такой вот большой кэшбэк. Была еще активность по посещению Объединенных Арабских Эмиратов в Шадже и посещение строительства вот этой площадки в Рокес, где планируется строительство, производство биогумуса, да. Вот такой тур, который уже, активность, которым уже подведены, сейчас будут подводиться итоги, и награда достигнет своего победителя. Вот, то есть сейчас есть возможности, связанные с получением кэшбэка и получением дисконта 1 к 100. И вот до этого тоже была возможность участия в премиум-туре, в розыгрыше 20 вот таких вот мест. Поэтому следите за активностями, участвуйте в акциях компании. Это всегда очень интересно и выгодно. Я сейчас еще хочу вам показать вот как раз тот калькулятор, с которым вы можете поиграться, так сказать, да, то есть увидеть возможности для себя инвестирования. В своем личном кабинете вы заходите во вкладку «Ютера» и вот вам предоставляется вот такая вот страничка, где есть возможность ввести данные и посмотреть собственную доходность от вложенных инвестиций. Ну, например, смотрите, сумма инвестиций там, допустим, ну, давайте возьмем тут среднее что-то, 2000 долларов, да. Таких пакетов осталось 431 штука. То есть в целом это ограниченные предложения по инвестированию в «Ютеру». как только будут собраны все средства, процесс этот завершается и в целом уже нельзя будет инвестировать в данное производство. Те инвесторы, которые вошли, ожидают своей прибыли. И в целом, ну, вот, не знаю, возможности переуступки вот этих договоров, когда появятся, ну, возможность, может быть, у кого-то выкупить это как один из вариантов. Хотя нужно сейчас успевать. Процент от прибыли лота. 33 процента. Если мы в рассрочку берем, то 31 процент прибыли от данного лота мы получаем от прибыли компании, да, от прибыли этого производства. Если мы ожидаем годовую прибыль, допустим, смотрите, годовая прибыль компании составила от 20 миллионов долларов, там, 50 процентов. Грубо говоря, компания заработала 10 миллионов долларов. То тогда у нас с вами такая вот дивидендная часть, давайте так ее назовем, доходная часть составляет 330 долларов. Если же 60 процентов компания заработала от 20 миллионов долларов, да, то есть вот 20 миллионов долларов – это сумма проекта. И в зависимости от того, сколько компания получает прибыли, она делится вот по этим договорам со своими инвесторами. И в целом компания может получить и 100 процентов прибыли, да. Если мы выходим на определенный объем и увеличивается цена за стоимость бутылки, да, Ютеры, эликсира, то, соответственно, и тогда здесь мы получаем 33 процента от 2 тысяч долларов. Но калькулятор, он ограничен, по-моему, ограничен, да. Там смотрел я, 78 процентами прибыли, потому что сейчас у Ютеры есть фиксированная цена. То есть в бизнес-плане прописано, что эликсир Ютера, стоимость его в 3 доллара 17 центов. Вот если эта стоимость будет расти, то, соответственно, и доходность, она будет тоже вырастать. Вот. Кстати, по поводу вот калькуляции, это что касаемо, ну, вот автоматической, да, такой вот подсчета прибыли. Есть еще пояснение к этой таблице. Я тоже попрошу скинуть ссылочку, где в целом прописаны, с чего складывается прибыль, откуда берется и откуда эти цифры, вернее, берутся, да. Вот. Ну, а в целом я благодарю вас за то, что присутствовали на сегодняшнем вебинаре, послушали, увидели возможности, да. То есть, ну, надеюсь, я ответил на некоторые из ваших вопросов, с которыми вы сюда пришли. Еще раз акцентирую на том, что в чате возьмите вот ссылочки, которые мы посбрасывали с ребятами, и посмотрите еще повнимательнее вот на вот эти вот все цифровые моменты, да, то есть вот все те подсчеты, которые есть в этих файлах. Ну, и определяйтесь и посмотрите, рассмотрите этот проект с точки зрения увеличения своих инструментов инвестиционных, потому что это действительно интересный проект, уже, ну, такой адресный проект, да, то есть инвестиции в конкретное, реальный сектор экономики, в конкретное производство, в конкретный участок. Благодарю. Давайте до скорых встреч. Всем пока. Продолжение следует...